Шила Бхактион Такура описывает, что люди могут быть на разных уровнях культуры, и он описывает пять основных уровней культуры. То есть первый уровень – это безнравственные атеисты. То есть это первый уровень, самый низкий. То есть такие люди атеистичны, они не верят в существование высшего духа, в существование души, просто чисто материалисты. И при этом они еще и безнравственны. То есть это люди, которые живут по правилам «не пойман и не вор», «то сильнее, то лучше, хочешь жить, тебе вертеться» и так далее. Безнравственная культура. Выше них нравственные атеисты. То есть это атеисты люди, но у них уже есть какая-то нравственность, потому что они понимают, что жить безнравственной жизнью – это опасно. Ладно, ты сегодня кого-то съел, хорошо, но завтра тебя могут съесть. Поэтому лучше договориться, что соседей не трогаем, будет легче жить. Это вот какая-то нравственность появляется. Но при этом они по-прежнему атеисты, полагаются просто на эти законы. Но нету какой-то у них нравственности, исходящей от Господа. Потом выше этого – это нравственные атеисты. Это люди, которые живут такой религиозной жизнью. Они посещают храмы, мечети. Но для них Бог – это некий такой символ. Они не чувствуют, что Он в жизни проявляется. В основном они думают, что Бог где-то в храме. И что нужно выразить определенное почтение. И также, что это некий такой обществообразующий принцип. То есть должен быть какой-то образующий принцип. Вот у нас есть как бы Бог. То есть мы вокруг него все строим, все свои принципы, культуру, отношения, какие-то заповеди. И это является неким гарантом культуры, которая людей держит на уровне определенной нравственности, чтобы общество могло функционировать. К этой же категории относятся и им персоналисты, и просто какие-то люди. И даже люди, которые в Бога особо не верят. Для них Бог – это некий просто обществообразующий принцип. Выше этих людей – это люди, которые практикуют уже живую духовную жизнь. То есть для них Бог – это не просто символ, вокруг которого все строится, вся мораль, нравственность. Они хотят развить отношения с Богом. Таких людей называют ваитхи садхи, то есть садхи. То есть люди, которые практикуют преданность правилами и регуляциями. И это более высокий уровень культуры. То есть на этом уровне преданные уже думают, а будет ли Кришна доволен? И на этом уровне преданные начинают понимать больше сердца Кришны, что Кришна хочет. Он умеет правильно применять эти правила. Человек ощущает уже присутствие Господа в своей жизни. И всю свою жизнь фактически строит даже свои обычные какие-то бытовые дела, как мы говорим. Даже их он выполняет так, чтобы Кришна был доволен. Даже свой сон он делает в удовлетворении Кришны. Вот это воинский сад. 24 часа в сутки, как говорится, да, то есть практикует преданное служение. А правила, то есть в соответствии с местным временем, строительством, разные правила. Чем-то можно иногда пренебречь, что-то наоборот нужно сделать, да, то есть преданный. Как бы он развивает вот такую способность делать то, что Господь хочет. Учится этому своего духовного учителя, у ващнавов. И последний вид самой высокой культуры. Это культура спонтанной любви. Культура према-бабхти называется. То есть спонтанной любви. И вот представьте, всего 500 лет назад сам Кришна пришел в настроение премного, привел с собой спутников из духовного мира и являл вот эту культуру выше любви. Он своим примером, да, то есть показывает, что это такое, как этого достичь. А его, все его представители, они помогают людям тоже подняться. Через вот эту ступень садана-бабхти человек развивает постепенно спонтанную любовь и сучасшей этой культуре.